так и поехали с гаража выезжаем всем привет с вами Вика Вика Бурундучок с толстыми щавчиками ой ребята всех приветствую на своем канале кто впервые зашел меня зовут Вика я живу 17 лет в Германии о том и рассказывал сейчас еду на работу вот простите за качество видео с вами выйдем и я надо было выехать гаража ну что ребята пожалуй буду вам показывать дорогу данную дорогу интереснее смотреть чем на меня и немножко с вами поболтаю потому что экстремально сейчас некогда не знаю когда я не работаю но это нормально когда человек не работает у него много времени а когда человек работает у него время то есть в принципе после работы но оно какое-то уже покалеченное нет какой-то энергии о смотрите сумка стоит по соседнем сиденье и запиликала машина господи ты что здесь то откуда этот ЛКВ ребята я на бордюр заехала в общем я вам вставляю вернее я вас поворачиваю к дороге меня все равно вот и вы можете смотреть утреннюю немецкую деревню ну а вернее небольшой провинциальный городок который швейбежхаль вот люди еще спят смотрите кое-где горит свет но я так думаю что они не спят они уже просто на работе вот германии рабочий день начинается из пяти может начаться из шести из семи из восьми ну и в редком случае с девяти вот а также может с час с двенадцати с часу с двух то есть все работают по разному но те кто на заводах естественно там две-три шихты в основном и ночью работают и днем и вечером вот а те кто в бюрошках сидят или в каких-то государственных организациях ну те в основном с восьми там и до пяти нормальненько вот вообще у меня такая радость с утра я не знаю хотела с вами об этом поделиться мне с утра позвонил папа по видеосвязи и я взяла трубку но хотя мне надо было собираться я думаю возьму поболтаю когда еще такая возможность выпадет папа мой живет в казахстане и он сейчас лежит в больнице в онкологии ему на днях сделали очередную химию вот сейчас ему как бы сделают ну как возьмут анализы и возможно в понедельник уже отправят домой вот прописали лечение до мая месяца да у него онкология рак легкого и да недавно ему сделали лучи сделали две химии ну лучи и химию он плохо перенес химию отменили ой извиняюсь вот доделали лучи но кт еще не делали хотят сделать еще химию потом только делать кт короче не знаю какая там система но чувствует себя хорошо нормально пока но во всяком случае может быть хорохорится не знаю я с ним так поговорила хорошее у него настроение но хотя знаете это мой папа кто давно смотрит мой канал то знаете я в папу вот он не может сидеть на месте он не может долго унывать долго страдать то есть он буквально проживает каждый день ему всегда куда-то надо что-то надо он такой у меня деятельный вот даже там получая химию химию и лучи он на работу конечно не ходил да но в гараже какую-то там постройку делал вот это группа ну как как ты это делаешь ну и вот он говорит что чем сидеть или лежать что мысли дурные в голову идут лучше чем-то заниматься тогда намного проще так что вот и кстати дедушка дедушка мой он его уже с нами нет он ушел тоже от онкологии ну как тоже не хочу сказать тоже но у него была тоже онкология легких и я прекрасно помню как вот последнее время но знаете там какая история была у него сломалась шейка бедра сначала вот и он полгода пролежал хотя он там делал упражнения тоже тоже просто пролежал не про моего дедушку он двигался папа ему сварил такое специальное приспособление на стене и он двигался он как бы подтягивался но проблема в том что это было не сразу сделано и как бы он отлежал был застой в легких начал он кашлять может совпало может нет сделали рентген а там вот затемнение но химиотерапия он не проходил лучи тоже то есть как бы врачи сказали что ну надо посмотреть надо посмотреть надо посмотреть но в итоге непонятно от чего он ушел на ноги он встал он ходил с костульком но ходил ну вот такая зараза что все таки все таки он ушел вот но я к тому что он тоже был живчик я вот думаю что я такая по мужской линии вообще папа очень хотел сыночка вот а получилось я кстати папа мне в детстве часто покупал машинки и пистолеты от чего у них с моей прабабушкой часто были конфликты Женя ну она же девочка ей куклы нужны зачем ты ей покупаешь пистолеты вот а у меня на самом деле ну как бы женский характер ну с мужскими нотками где-то по ням 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 как это сказать по каким-то принципам я мужчин понимаю лучше чем женщин и общаться с мужчинами мне соответственно тоже легче чем с девочками вот у меня очень много друзей среди мужского пола и очень мало среди женского то есть чтобы там стать моей подругой я не знаю кем надо быть вот но подруги у меня есть тем не менее вот девчонки которых я очень люблю но просто так ко мне в дружбу не попасть но девочкам точно вот да и мальчикам уже тоже знаете с возрастом начинаешь людей видеть просто насквозь и ты либо это принимаешь и говоришь да вот он такой у него такие недостатки я смогу с этим жить либо нет но уже редко происходит такое что ты о человеке думал одно а он оказался совсем другим ой чуть не врезалась ну и что мы тут все стоим так что вот ребятки я почти приехала не знаю что вам наболтало на 7 минут несвязная речь Виктории хрупкой но резюме поговорила я с папой и как бы и настроение поднялось и как-то хорошо стало потому что говорю у нас часовая разница 5 часов или 4-5 и как-то мы не могли состыковаться а тут он взял мне с утра и позвонил перед работой я еще кстати лежала в постели и пыталась проснуться когда он мне позвонил вот короче я поболтала с папой довольная вот о чем я вам хотела рассказать и добавить что несмотря ни на какие болячки жизнь то продолжается и может много жить а может мало жить ну ну жить понимаете не просто так валяться и страдать а надо брать и что-то делать и как-то жить правда же вот а я стою в пробке обидно досадно ну ладно сейчас я опоздаю на работу ну хоть видео подтверждение есть что я в пробке стою вот так вот